Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня расскажу об 11 крутых книжных новинках ноября. Большую часть книг уже можно приобрести, остальные же выйдут в ближайшее время. Поэтому сохраняйте видео, чтобы ничего не пропустить. А начну с двух книг, которые сама жду с нетерпением уже несколько месяцев. Книга номер один Гидеона «Девятого дома» Тэмсина Мьюера. Эта книга уже стала настоящей сенсацией западного мира, а теперь мы с вами ее тоже можем прочитать. Она уже вошла в шорт-лист Всемирной премии фэнтези 2020 года и ворвалась в топ-100 Амазон. Еще эта история примечательна тем, что в ней намешано все и сразу, и некромантия, и хоррор, и фантастика, и локальный детектив, и много-много монстров. Из самой же книги мы узнаем историю Гидеона, которые готовятся к побегу с Девятого дома, но волей Немезиды становится единственной надеждой этого самого дома на возвращение былого могущества. Ну и, конечно же, ждут нас крутые приключения, антиги расследования предательства, невероятные сюжетные повороты и много-много новых героев. Поэтому однозначно к прочтению. И книга номер два «Адепта Адама Пшершта». Это первая книга фэнтезийного цикла современного польского автора, которая расскажет нам о Варшаве XX века, но не о той Варшаве, которую мы все с вами знаем, а о той, где по улицам бродят монстры, алхимики, а законы физики не всегда работают. Все это происходит в месте разлома между мирами, который стал отличным проводником всякой нечисти в наш мир. Это место получило название Анклав. Главный герой поиски, алхимик Олаф Рудницкий, путешествует по Анклаву, собирает там лечебные травы для своих чудодейственных изделий, спасает солдат и в целом встает на защиту нашего мира от непрошенных гостей. Кстати говоря, аннотация обещает нам невероятную динамику, поэтому скучно точно не будет, да еще и в такой крутой компании. Ну а теперь еще девять книжных новинок ноября, которые никак нельзя пропустить. «Все места, где я плакала» — Холи Борн. История простой, скромной, вечно сомневающейся в себе девушки и обаятельного музыканта. Они знакомятся на концерте, начинают встречаться, и Амелия безумно влюбляется. Она отказывается от всех своих друзей, но при этом чувствует себя невероятно счастливой, потому что у нее есть любовь. Ну и счастлива она ровно до тех пор, пока ее вторая половинка не начинает резко меняться и заботливого, нежного партнера не превращается в грубого, жестокого тирана. Ну и Амелии только и остается, чтобы подчиняться и ждать. Лично я очень рассчитываю, что в этой истории будут глубокие отношения и проникновенный психологизм. Но посмотрим, что окажется на самом деле. Еще одна книжная новинка ноября, мимо которой никак нельзя пройти, это дурное поведение Пенелопы Дуглас. Очередная горяченькая история о запретных отношениях, на этот раз между учительницей и осом одного из ее учеников. И Дуглас, конечно, мастерски крутит, вертит и героями, и сюжетом в целом, поэтому лично я в предвкушении чего-то искрометного, невероятного и обжигающего. А эта история обещает быть смешной, да не менее щек и коли к животе, но в то же время невероятно грустной. И эта книга называется «Анти ты Рэйва Сончи». Главная героиня Тома или Тома, не знаю как правильно, стендап-комик, которая прославилась шутками про своего бывшего. Но из-за одного неудачного выступления, вся жизнь ее катится под откос, пока однажды она не встречает мать своего бывшего одноклассника, которая предлагает ей поехать в Данию и поухаживать там за ее сыном Акселем, который находится вот уже три месяца в глубокой депрессии и даже не встает с кровати. Девушка соглашается, но не ради того, чтобы заботиться о молодом человеке, а с целью отомстить за все его издевательства в школьные годы. Но, как мы с вами понимаем, все меняется и переворачивается с ног на голову, когда Тома встречается с Акселем лицом к лицу. Фантастическая история Кэтрин Орден «Мертвые голоса». Это вторая книга цикла «Туманная долина» о приключениях 11-летней Оли и ее друзей Коко и Брайана. В первой книге мы узнаем о их приключениях, когда они поехали на экскурсию на ферму, где попали в туманный, в мир, окутанный туманом, в котором есть чучело, привидения и лабиринты в кукурузном поле. Втроем они пытаются выбраться из тумана и победить все то зло, которое в нем живет. Во второй книге ребята отправляются на горный курорт с родителями, где рассчитывают хорошо повеселиться и отдохнуть. Но случается снежное буря, и друзья вынуждены сидеть за скучными настольными играми, за чашечкой горячего шоколада. Но и тут не все так просто, потому что вокруг начинает твориться какая-то чертовщина. Друзья видят призраков, которые молят о помощи, и охотника за привидениями. Вот только кто представляет настоящую опасность, и как победить новое проявление зла, ребятам придется решить самостоятельно. Еще одна новинка на небе, которую лично я не жду совсем, но знаю, что есть и те, кто ждет эту книгу, и эта девушка в красном Кристины Генри. На этот раз Генри переписала красную шапочку, и я даже не хочу предполагать, что же там будет, потому что трех предыдущих историй мне хватило сполна. Господи, мне кажется, авторы уже устали переворачиваться в гробу от этих сказочных переделок Генри. Роман, который сразу занял верхние строчки New York Times Wall Street Journal о Стокгольмском синдроме, и название ему бумажный «Лебедь Лейла Аттар». Дочь состоятельного бизнесмена Скай похищают, и девушка ждет, когда же объявит за ее жизнь выкуп. Но вскоре она понимает, что цели у похитителя совсем-совсем иные, а у нее есть только один шанс, чтобы спасти свою жизнь, и, возможно, цена этой свободы будет жизнь чужая. Кстати, Лейла Аттар славится своими крутыми сюжетными поворотами, поэтому надеюсь, что и эта история не станет исключением. Красный, белый и королевско-синий Кейси Макуинсон. Судя по аннотации, это история о настоящей ненависти, хорошо спрятанной за ложной историей дружбы. Мать Алекса становится президентом, а сам молодой человек – находкой для пиар-службы Белого дома. Но есть одна огромная проблема – это принц Великобритании Генри, с которым у Алекса не залазились отношения с самого начала. Тогда для них придумывают красивую историю дружбы, которая с каждым днем становится все опаснее и опаснее и для Алекса с Генри, и для всех, кто находится вокруг. Я даже представить не могу, чем окажется на самом деле эта история, но очень надеюсь, что это будут крутые приключения с политическими интригами. Еще одна новинка ноября, которая заслуживает внимания – «Кошачий глаз» Маргарет Эдвард. Это новая книга мастера современной прозы о воспоминаниях и памяти. Главная героиня Элэйн возвращается в город своего детства ради выставки, которая посвящена ее творчеству. И здесь, конечно же, ее настигают воспоминания о детстве, о взрослении, и она в какой-то момент понимает, что он не может принять настоящее, потому что прошлое ее не отпускает. Ну и, судя по такой скромной аннотации, рассказать что-то более подробно о данной конкретной истории, да и, как в принципе, о любой другой истории – это просто невозможно, потому что у нее все очень-очень непросто. Поэтому читаем и впечатляемся. И заключительная новинка ноября, которую я хочу сегодня рассказать, это «Френдзона Эбби Хименос». Банальная история любви, где Кристин нравится Джош, но она думает, что ему нужна большая семья, она детей иметь не может, поэтому предпочитает оставаться в статусе друга. Но симпатия растет и становится с каждым днем все сильнее и сильнее, чувство скрывать сложнее. И в этот момент мне так хочется дать волшебного пинка героям, потому что нужен им этот волшебный пинок для того, чтобы они хотя бы поговорили друг с другом, потому что диалог – это наше все. Но тогда бы не было этой истории, как и многих других. Поэтому читаем. Вот с такими новенькими книжными историями нам предстоит познакомиться в ноябре. Пишите в комментариях под видео, с какой новинки начнете свое знакомство именно вы. Всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. До новых встреч в новых роликах. И пока!